33 спортсмена и большая часть из них юниоры. Сильнейшим лыжникам и двоеборцам страны от 17 до 19 лет. И это вынужденная мера. На сегодняшний день эти олимпийские виды спорта считаются отстающими. Поэтому в этом году тренеры пошли на своего рода эксперимент. Создали команду на основе юниоров. Взрослых в сборной порядка 10 человек и выполняют они роль наставников. Один из них сегодняшний лидер команды, участник Сочинской Олимпиады Эрнест Яхин. А мы как примером, можно сказать, здесь находимся сборной. Они смотрят на нас, учатся. Возможно, учатся. Не знаю, может, что-то берут от нас. Задача сборной – медали. Для достижения этой цели были брошены все силы. За границу сборная не выезжала. Тренеры решили, что все условия для проведения качественного тренировочного процесса есть в России. Спортсмены отрабатывали прыжки в трех точках – Нижнем Тагиле, Чайковском и Сочи. Сегодняшний чемпионат России – возможность проверить себя на представительном уровне. Настраивали их на то, чтобы они показали, какие изменения произошли за летний период. Хотя всего тренировочных дней у нас было 70 тренировочных дней. Но мы надеемся, что результаты должны улучшиться в плане техническом. На официальной тренировке решением судейской коллегии спортсменам разрешили сделать по два тренировочных прыжка. Заданную высоту – 80,5 метров – осилили немногие. Перевыполнили план лишь трое. Но поставленных задач никто не отменял от сборной. Ждут медали. И ближайшая возможность их заработать – это предстоящий Кубок мира. Сильнейшие двоеборцы и летающие лыжники России сочинскую трассу считают самой сложной. Поэтому результаты так называемого летнего чемпионата страны станут важным показателем для тренеров, которые здесь же определятся с кандидатами для участия в международных соревнованиях зимнего сезона. А года через три молодежь готовится проявить себя на Олимпиаде.